Парк у реки Люльчинки в юго-западном районе города скоро преобразится. В конце июня возле пруда волонтеры проведут субботник, очистят зеленую зону от мусора, поставят скамейки, урны и даже решат вопрос с освещением. Что еще появится на территории – подробности в сюжете. Пруд на улице Солнечной – любимое место для кировчан. Здесь местные жители забывают о городской суете, кормят птицы, наблюдают за течением. Не отпугивают даже заросшие кусты и мусор возле Люльчинки. А это фото зеленой зоны. Точнее, как сквер будет выглядеть через пару лет. Проект разработал томский архитектор. Чтобы его реализовать, потребуется порядка 30 миллионов рублей. Деньги активисты планируют получить в рамках федерального проекта формирование комфортной городской среды. Но благоустройство сквера начнется уже сейчас. Чтобы, условно говоря, жители не забывали, что есть пруд, что какая-то работа ведется, мы планируем этим летом провести небольшой субботник, двухдневный субботник и сделать некое базовое благоустройство. А что именно сделать? Этот вопрос за круглым столом обсудили общественники с активными жителями и депутатами. Первое – волонтеры приберут территорию от мусора. Второе – поставят скамейки и урны. Были и другие идеи. К примеру, углубить пруд и отремонтировать деревянный мостик. Но эти задумки решили перенести на потом. Хотим привезти песка, может быть, найти трактор, что-то подровнять, что-то поколотить, сделать освещение. Небольшая речка Люльченко берет свое начало здесь, на солнечной 35. Имеет протяженность в 20 километров. Благоустройство этой зоны – возможность привлечь внимание кировчан к проблеме малых рек. А через пару лет активисты планируют присоединиться к благоустройству береговой части реки Хлыновки. В планах вместе с властями навести порядок в двух районах – у Ежовских озер и на берегах Хлыновки в районе улицы Блюхера. Надежда Шабалина, Евгения Бакина, Александр Брызгалов и Алексей Зырянов. Бюро новостей Довича.